Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро по фронту в Курской области. Он сейчас очень многих интересует и люди как бы вот напряжены, почему не приходит информация и так далее. Информации от наших вооруженных сил, от вооруженных сил Украины нет, не было и скорее всего не будет. Потому что это просто не нужно, это лишнее, что наши должны сообщать, где находятся сию секунду наши солдаты, чтобы туда им на голову что-то капку это прилетел. Никогда этого не будет. Поэтому, скажем так, ту информацию, которую мы имеем, которую мы вам доносим, это информация из открытых источников и это информация от врага. То есть она может быть искаженной, неправдивой и так далее, и так далее. И пса никто не отменял и поэтому воспринимать то, что я сейчас буду говорить, можно с изрядной долей скептицизма. Потому что, еще раз говорю, это не является официальной информацией. И это информация, какова она есть. Но, тем не менее, знаете, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. И вот так. Рашисты, значит у рашистов бардак, бардак капитальный. Они толком не знают, где находятся наши. Не знают. Они посылают свои войска, которые притягивают с других участков фронта, затыкать дыры, которые им, кажется, в сей момент образовываются. То туда, то сюда, то сюда, то сюда. А о занятии своих населенных пунктов они судят, знаете как, как они не могут дозвониться куда-то. Ну, значит, все, там уже, как они говорят, хохлы. Хохол туда зашел. Это напоминает несколько, знаете, кто смотрел фильм, он назывался «Освобождение», по-моему. Как в штабе Гитлера узнавали, каким образом, какие районы Берлина уже, как говорится, захвачены советской армией, а какие еще под их контролем. Они просто обзванивали людей, а телефонная связь тогда работала. Вот. И спрашивали у них, а кто у вас под окнами. Вот приблизительно так же сейчас, значит, работает российская разведка. Они просто пытаются связаться с теми людьми, кто проживает в соответствующих населенных пунктах. Когда связь потеряна, ну, они говорят, все, связь потеряна, значит, нас там нет. Ну, как-то так, да. Итак, у них утеряна связь. Еще раз говорю, воспринимайте эту информацию от них, воспринимайте ее так, с изрядной долей скептицизма. Во-первых, вчера была у них уже утеряна связь еще с утра с 11 населенными пунктами. Да. Сегодня к ним добавилось еще следующее населенное пункт. Это все это Курская область. Суджанский район. Викторовка. Локня. Лебедивка. Наша, ну, вообще, наша, наша все. Мала Локня. Никольский. И Николаевке. Старая Сорочина. Ну, блин, это наши все названия. Да. Вот целый ряд населенных пунктов. У них, как говорится, отмечено, как вот такие, что связь потеряли и не могут... То есть, расистов там нет. Дальше. У них идут сообщения о утрате ихним Коренево. Это уже населенный пункт покрупнее. Это уже райцентр. Вот. Зеленый шлях, с которым еще вчера была утеряна связь. И несколько железных дорог, там, идущих на Суджу. То же самое Суджу. Суджу, правильно так говорят. На первый слух, да? Суджу. Тоже они перерезаны. Таким образом, получается, что... Я бы сказал, что сейчас происходит заполнение. По большей части заполнение вот этих вот мест, где мимо прошли наши колонны. Объясняю. Смотрите. Помните, в начале войны, когда расисты перли Киеву, я говорил, что особо бояться не стоит, потому что мы их грохнем. Мы их грохнем. Почему? Расисты перли быстро по дорогам. Мимо Чернигово. Они обошли Чернигов. Помните, они пошли на Киев, на Киев, быстро на Киев. С другой стороны, то же самое по дорогам, быстро на Ерпень. И получилось, я еще тогда рассказывал, говорю, вот что они контролируют в Киевской области. Вот этот вот автобан, по которому они идут. 50 метров влево, 50 метров вправо. Потому что дальше начинаются посадки, они уже нихрена не видят. Так это и было. В результате их грохнули там. Вот эти вот... Вот эти войска, которые зашли тогда в Киевскую область, в Черниговскую область, их просто начали расстреливать со всех сторон. Вот, поэтому... Ну, наши тогда, видимо, ожидали все-таки нападения, потому что отстрел расистов велся очень грамотно. Этих танков, этих БМП, БТРов и так далее. Сейчас же расисты ничего не ожидали, поэтому, ну, какого-то организованного сопротивления внутри уже освобожденной от расизма территории они не оказывают. Но, насколько я понимаю, сейчас происходит просто заполнение вот этого всего пространства, которое там находится. И каким-то образом наши сейчас будут обеспечивать тыл, прежде всего. Ну, плюс отлов представителей российской власти, плюс отлов представителей российских вооруженных сил, которые остались в тылу, фактически. Сейчас сами расисты признают, что их солдаты по одному, по два, по три, по пять выходят из котлов и как-то пытаются пробраться к своим. Очень много пленных. Пленных набрали просто целую кучу. Вот. То есть у них сейчас ситуация, знаете, напоминает вот нашу ситуацию в самом начале войны, когда российские колонны шли. Ну, и, собственно говоря, наши пытались, помните, выйти из-под обстрелов, каким-то образом, каким-то образом выйти к своим, некоторые попали в плен и так далее. Вспоминаем 22-й год. Вот. Сейчас у них похожая ситуация, только наши действуют более грамотно и, как говорится, заполняют сейчас пространство между дорогами, по которым шли. Все. Вот это все, что я могу вам сказать. Наши, опять-таки, никакой информации не дают. Теперь смотрите. Насколько глубоко наши зашли в территорию Российской Федерации, дают разные цифры, глубина где-то порядка 15 километров от нашей границы, по прямой. А вот ширина вот этого фронта порядка уже 35 километров. То есть это много. То есть он длинный такой, растянутый, создается полноценная зона безопасности. С другой стороны наша Сумская область, да. Вот вдоль границы Сумской области создается зона безопасности, о которой так много говорил Путин. Ну вот сейчас наше, как говорится, дело создают. Раньше это было, ну скажем так, это было два разрозненных куска, больший и меньший, в районе Суджи. Сейчас они, Суджи. Сейчас они уже, как говорится, селились в одной, вот 35-километровая такая зона получилась там. Что еще интересно? Значит, у рашистов нету какого-то такого, знаете, грамотного централизованного командования. Они заполняют дыры там, где я с этого начинал. Там, где вот им кажется, что наибольшие прорывы идут. Они, да, откуда они будут брать солдат? Они хотят вернуть из Африки вагнеров. В Мали будут дико счастливы, поэтому хунта малийская может очень быстро упасть при помощи туаригов. Если действительно они позабирают всех вагнеров из Мали, где они еще находятся, Центральноафриканская республика, Буркина, Фасо, Нигер. Вот если они всех оттуда их позабирают, потому что, ну для того, чтобы воевать с нашими, нужно много лишнего состава там с их стороны. Типа, как они любят вагнерами воевать, пускать их тупо на мясо, то да. Но тогда в Африке у них наметится большой кирдык. Наш гур будет дико счастлив. Ну посмотрим. Пока разговоры такие идут, что хотят забрать вагнеров, пока что они пытаются забрать в авральном порядке более-менее дееспособные части других участков. Так что на других участках фронта это очень скоро все, как говорится, проявится. Что еще? Ну в принципе, а теперь еще о задачах. Какие задачи ставятся нашими? Ну совершенно очевидно то, что я вижу, это зона безопасности, о которой говорил Путин, но он хотел на тебе. Первый момент. Второй. Мы пытаемся обезопасить Сумскую область, в плане того, чтобы не началось такое же наступление, как было, скажите мне, на Харьковскую область. Которое мы, я не скажу, что полностью профукали, но мы его не профукали, мы знали. Но из-за определенных просчетов командований мы потеряли там несколько населенных пунктов, по-моему, 4 или 5 сел. Сами помните, как мы возмущались тут. Ну бывает, это война, все бывает, ничего не поделаешь. Сейчас они потеряли сколько квадратных километров? За один день, ну окей, за два дня. За два дня потеряли больше, чем они захватили в Украине за месяц. Ну так, чтобы вы понимали, для сравнения. А по количеству населенных пунктов я даже не буду говорить, потому что уже не... Они сами не знают, сколько они потеряли населенных пунктов. И еще один такой последний момент, но не последний по важности, это троллинг от Евросоюза и от американцев. В Евросоюзе вообще заявили, а что такого? Украина имеет право защищаться, нет никаких проблем. Ну, хотят они атаковать, значит, они будут атаковать. Нам... Мы не видим в этом никакого криминала. Американцы заявили следующую вещь, что... Ну так, украинцы нам ничего не сообщили, мы ничего не знаем. Ну а что мы можем сделать? Ну да, мы спросили у них информацию, определенную информацию они нам уже дали. Ну, так и все. Мы ими не командуем. Все их решения они принимают самостоятельно. И очень правильно. Почему? Потому что, когда мы начинаем слишком много распотягивать о том, что мы собираемся делать, даже с нашими партнерами, происходит потом утечка информации, и будет большая бяка, как с контрнаступом, да? А зачем оно нам надо? Видите, как хорошо сейчас получилось? Получается, что с минимальными потерями мы освободили от расшизма территорию, кстати, это украинская курщина наша, да? Больше, чем за время там контрнаступа и так далее. То есть, с большими потерями. Вот что значит, когда хорошо работала разведка наша, когда не было вытоковой информации, когда никто вообще ничего не ожидал и т.д. и т.п. Да, еще один момент, я не совершенно, это уже моя лично, как говорится, спекуляция, я так думаю, я совершенно лично не исключаю, что может быть будут еще где-то какие-то моменты, не только вот в этом, не только тот момент, о котором мы сейчас говорим. Кто его знает? Никто не знает. Где, когда и как оно произойдет? Кстати, на фронте, они сейчас взвыли, на основном фронте, имеется в виду Донецкая область и Запорожская, что туда прибыло много наших частей и что возможно возможны варианты, скажем так, ну посмотрим. Мы за этим можем только наблюдать, так что у расистов сейчас такие сумрачные дни, они почему-то надеются на вагнеров, которым уже сильно наваляли Туареги.